МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диалог. И сегодня с гостью из студии мы говорим об эффективном использовании государственного имущества. Итак, мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Анатольевна Зинкевич, директор Гомельского областного территориального фонда государственного имущества. Родилась в Гомеле, окончила Белорусский государственный университет транспорта и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Более 20 лет работает в экономических службах органов государственного управления Гомельской области. С 2009 года возглавляет Гомельский областной территориальный фонд государственного имущества. На вопросы, которые касаются деятельности фонда «Гомель об имущество», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в «Гомеле» 77 68 45. Екатерина Анатольевна, здравствуйте, рад видеть в студии программы. Здравствуйте. Итак, эффективное использование государственного имущества, которое по разным причинам на данный момент не используется. Какое внимание сегодня этой теме уделяется на государственном уровне? Вообще, эта тема находится на особом контроле уже длительное время, порядка более 8 лет, но тем не менее остается актуальной на сегодняшний день. Много работы было проведено государственными органами, но сегодня, как ни говори, эта тема является, наверное, наиболее обсуждаемой в обществе и не потеряла актуальность. Почему такое большое внимание со стороны государства? Самое главное в нашей работе – это повышение эффективности использования государственного имущества. И тут главное задействовать в хозяйственном обороте каждый объект, что каждый объект должен работать и приносить какую-то пользу. Хорошо. Какие задачи в связи с этим ложатся на вас и ваших коллег? Ну, в первую очередь, задача фонда – это проведение государственной политики в области имущественных отношений. И здесь самое важное – именно повышение эффективности использования имущества. И все же, что считаете сегодня основным направлением деятельности фонда «Гомелью было имущество»? Направлений достаточно много. Да, действительно, у нас направлений достаточно много. Но, как я сказала, для вот этого повышения эффективности использования, конечно, в первую очередь, надо учесть все имущества. Учесть в реестрах все, которые нам сегодня предусмотрены законодательством. На основании данного учета нам надо провести анализ и принять какое-то управленческое решение, в том числе и вовлечь хозяйственный оборот. Для того, чтобы нашим зрителям было более понятно, давайте буквально тезисно озвучим основные направления деятельности. Это реализация неиспользуемого имущества. Что еще? Ну, учет имущества. Начнем все-таки с учета. Реализация имущества, то есть проведение аукционов. Кроме того, у нас есть такие направления, как экспертиза, оценки государственного имущества, преобразование унитарных предприятий в акционерное общество, владельческий надзор, мониторинг использования объектов недвижимости, мониторинг выполнения условий договоров купли-продажи, ряд других. У нас много направлений деятельности. И все же сегодня, наверное, более подробно остановимся на эффективном использовании государственного имущества, которое по разным причинам сегодня не используется. Кстати, мне подсказывают, у нас есть сюжет в тему разговора. Сразу после небольшого видеоматериала вернемся в студию и продолжим. Вопрос вовлечения в государственный оборот неиспользуемого государственного имущества на особом контроле местных органов власти находится уже 8 лет. За этот период в области проведена большая работа. Сегодня на Гомельщине удельный вес неиспользуемых площадей составляет всего около полутора процентов. Название «Алекс Гуд» – это не что-то импортное, а сокращенное от имени владельца предприятия по производству мебели Александра Гутарева. Яркий пример известной поговорки «Глаза боятся, а руки делают». В 2010 году желающих приобрести бывший склад даже за одну базовую величину было совсем немного. Сегодня, правда, дерево-переработка переживает не лучшие времена. Однако сворачивать производство Александр Гутарев не собирается и даже планирует выйти на внешние рынки. Благо, отечественные производители необходимого сырья наращивают объемы и уже нет необходимости покупать его с переплатой в соседних странах. Как это все приехал, увидел, здесь как бы на крыше березы как бы росли. И как бы было все это здесь внутри. Выше роста человека здесь, ну, остатки там старого производства, которое здесь было. Поверить в то, что это можно как бы здесь все возродить, как бы отреставрировать, отремонтировать и запустить. Ну, потихонечку, потихонечку. Крылья лежит от не вечно, он же когда-то закончился. То есть производство всегда было. Как бы если человек, душа к производству лежит, то уже один раз попробовал, уже потом не остановишься. Для того, чтобы побывать в Париже, не обязательно ехать во Францию. Сегодня точно уже никто и не скажет, почему населенный пункт Паричи в Светлогорском районе называют маленьким Парижем. Однако, когда местные предприниматели приобрели почти 15 лет неэксплуатируемый гаражный бокс, местные жители представить себе не могли, что здесь будет создан современный объект придорожного сервиса с названием столицы одной из крупнейших европейских стран. Впрочем, только подобием на Европу здесь решили не ограничиваться. По большому счету, если уж вкладывать собственные средства, то максимально эффективно. Парижане к нам заезжали и пришли к такому мнению, что в Париже хорошо, а у нас, в нашем Париже, как оказалось, лучше, чем в аналогичных заведениях у французов. Поэтому марку стараемся держать. Что касается посетителей, безусловно, всем не угодишь, но большинство посетителей остаются довольными. Об этом свидетельствуют многочисленные записи в книге отзывов и предложений. Люди, которые заходят к нам случайно, удивляются тому, как такое заведение могло здесь появиться. Аукционы по продаже неиспользуемого или неэффективно используемого государственного имущества в Гомельской области проводятся практически каждую неделю. Предлагаемые объекты для любых целей. Организация производства, розничной и оптовой торговли, открытие гостиниц, объектов агроэкотуризма и жилья. Главное – видеть цель и заинтересовать в конечном результате других. Сейчас даже очень сложно ремонты сделать. Не то, что там, конечно, открыть какое-то дело. Очень сложно сейчас в этой ситуации. Но однозначно люди же начинают, работают и делают. Если кто-то стремится к чему-то. Ставишь перед собой цель и ее достигаешь. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, директор фонда «Гомель у любого имущества» Екатерина Зинкевич. Екатерина Анатольевна, ваши короткие комментарии по только что увиденному материалу. Мне понравилось последнее интервью. Девушка сказала, если хочешь добиться поставленной цели, просто иди к ней. И, наверное, это ключевой момент. Да, ключевой момент, конечно. И я думаю, что каждый житель нашей Гомельской области, увидев этот сюжет, радуется вместе с нами, что наш регион все-таки развивается. У нас создаются новые производства. Как он сказал тоже в сюжете, мне понравилась фраза «Душа к производству лежит». То есть если сегодня у тебя лежит душа к производству, то вы всегда его можете организовать на базе тех объектов, которые сегодня в государстве не используются, и которые предлагаются в открытом доступе для продажи. Я думаю, зрителям сложно было вообще поверить и представить, что вот те объекты, которые мы видели в видеоматериале, это когда-то заброшенные и неиспользуемые объекты. Ну, заброшенные, наверное, это было немножко чуть раньше. Сейчас мы предлагаем более привлекательные объекты. Вот вы видели в сюжете, был кинотеатр юбилейный, довольно крупный объект. Ну, не нашло оно у собственника применения. Сегодня мы его предлагаем к продаже. Я думаю, что тоже мы найдем на него покупателя. Может быть, не сразу, не с первого аукциона. Но хотелось бы его тоже задействовать и видеть современный объект, не хуже, чем парический Париж. Кстати, может быть, есть статистическая такая информация, сколько сегодня неиспользуемого имущества в Гомельской области? Ну, здесь можно сказать в разных цифрах, и в объектах, и в метрах. Наверное, будет более интересно в метрах сказать. Вообще, в Гомельской области государственной собственности у нас 14 миллионов метров квадратных. Не используется сегодня полтора процента. Это порядка 200 тысяч метров. Это, наверное, более чем необходимо для всех желающих. Не думаю. Но я хочу сказать, что в Гомельской области все-таки наименьшее количество неиспользуемых площадей, чем в других областях Республики Беларусь. Мне подсказывают, есть звонок от наших зрителей. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Ваш вопрос. Звонит Ольга Александровна из Жлобина. У меня такой вопрос. Какие расходы, кроме оплаты объекта недвижимости, несет покупатель имущества? Спасибо большое за вопрос. Это, я так понимаю, потенциальные покупатели будущих объектов, неиспользуемые имущества? Спасибо за вопрос, Ольга Александровна. Какие расходы, кроме... Я так поняла, что вопрос в том, какие еще дополнительные расходы на аукционах. Обязательно возмещаются расходы за публикацию в средствах массовой информации. Это небольшая сумма, и она касается только того объекта, который приобретает покупатель. Кроме того, могут быть, но не обязательно расходы за изготовление технической документации. Но мы в данном случае обязательно это указываем в извещении. Конкретно до рубля прописываем какая-то сумма. Но это тоже, наверное, не самая большая трата. Нет, конечно. Екатерина Анатольевна, что поменялось за последние 5-10 лет на рынке недвижимости? Есть ли прогресс? Ну, не будем говорить про весь рынок недвижимости. Наверное, Александр, стоит сказать, повысилась ли эффективность использования нашего имущества. Если говорить за последние 5 лет, то действительно работа проведена большая в Гомельской области. Это порядка более 4 тысячи объектов. Некоторые из них, к сожалению, а может, к счастью, были снесены до полторы тысячи объекта. А более 2,5 задействованы вновь в хозяйственном обороте. Из них 30% были проданы, появился у них новый собственник, и они обрели вторую жизнь. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Мы ждем ваших вопросов и звонков. А мы продолжаем. Как можно узнать о недвижимости, которая сегодня выставлена на продажу? Ну, здесь есть ряд моментов. Мы в обязательном порядке, конечно, публикуем в средствах массовой информации. Это наша областная газета «Гомельская правда». Также по республиканским объектам мы даем информацию в сельской газете. До недавнего времени это «Белорусская Нива» называлось. Но также мы размещаем в сети интернет на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, на сайте фонда «Гомеля было имущество». И даже я, наверное, больше порекомендую нашим телезрителям наш сайт, потому что информации там гораздо больше не только о назначенных аукционах, а кроме того еще о всех объектах, которые мы будем предлагать к продаже. — Многих зрителей, уверен, удивит озвученная мной прямо сейчас цена. 180 тысяч белорусских рублей, одна базовая величина за один объект. И все же это, наверное, стартовая сумма. — Естественно, это начальная цена продажи. Но здесь еще есть один такой нюанс, что до такой цены нужно пройти несколько этапов. — Что это значит? — Мы продаем объект по начальной цене, ну, определенно на 1 января текущего года, допустим. И эта цена может снижаться после нерезультативных аукционов поэтапно. Сначала на 20%, потом до 50%, до 80%, после этого мы назначаем цену в размере одной базовой величины. — Хорошо. А какой максимальной суммы может достичь эта цифра? Может быть, есть какие-то показательные примеры, которые будут интересны зрителям? — Ну, если от базовой величины, то может вырастать тысячи раз, конечно. И здесь надо сказать, что если бы вы заинтересовались объектом, то я бы не рекомендовала ждать вот как раз-таки понижения до одной базовой величины. Из последних примеров, вот в областном центре у нас продавался объект летом этого года на Севастопольской, комплекс зданий. Все прошли мы поэтапы, интересовались, но никто не пришел на аукционы вот с таким минимальным понижением до базы. — То есть сначала сумма была значимая за этот объект? — Да, сначала это было 5 миллиардов, потом мы снижали ее поэтапно на 20, 50, 80, никто не пришел. Мы объявили цену 180 тысяч за каждое строение, там несколько строений было. К нам пришло 6 участников. — Все пришли с надеждой на то, что приобретут объект за одну базу? — Да, что приобретут по такой минимальной цене. В результате объект был продан за 3,5 миллиарда. Ну, если мы посчитаем, это 1020 раз, да, примерно. Ну, вот такие случаи есть, потому что... Поэтому надо оценивать реально свои возможности. Если у вас есть деньги, приходите чуть раньше. — Есть еще один звонок от наших зрителей. Предлагаю выслушать. Здравствуйте. — Добрый вечер. Сергей, город Гомель. У меня вот такой вопрос. Какова средняя стоимость квадратного метра арендуемой площади в городе Гомеле, а также в сельской местности, для организации производства? — Спасибо большое. — Спасибо. — Еще один потенциальный покупатель. — Ну, арендатор, похоже. Ну, действительно, под производством, по-моему, был вопрос. У нас формируется ставка арендной платы в зависимости от базовой арендной величины, которая сегодня в государстве составляет 120 тысяч белорусских рублей за квадратный метр. Но с учетом всех понижающих коэффициентов, ну, там ряд, и от местоположений, и от производственной деятельности в Гомеле, за один квадратный метр это будет от 12 тысяч до 75-ти, а в сельских населенных пунктах, в малых городах, в средних городах, от полутора тысяч до 12 тысяч за квадратный метр аренды в месяц. — Спасибо за ответ, Екатерина Анатольевна. И все же, вот мы говорили про результаты аукционов. А были ли случаи, когда достойные объекты все-таки были проданы именно за одну базовую, за 180 тысяч белорусских рублей? — Конечно, у нас такие случаи есть. В этом году мы стартовали вот с такой ценой, ну, проведя все этапы, порядка 100 объектов мы продали. Из них 70% мы продавали единственному участнику. Это когда объект недвижимости продается по начальной цене продажи, увеличенной на 5%. То есть фактически цена у нас составила 189 тысяч белорусских рублей. И если, может быть, будет интересный пример, в конце октября мы продавали в центре Бугода Кошелева довольно крупное здание. У нас был один участник, он его приобрел именно за 189 тысяч белорусских рублей. И планирует там открытие физкультурно-здоровительный комплекс. — И все же чаще всего приобретение недвижимости дело не из дешевых. Может ли потенциальный покупатель рассчитывать на предоставление рассрочки? — Да, действительно, когда объект дорогой, так как правило объекты в областном центре, они стоят дороже, чем в сельской местности, у нас предусмотрена рассрочка до 5 лет. — Это тоже удобно, наверное, достаточно привлекательно. — Да, вполне. Ну, если говорить про наши крупные города, 5 городов, это Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорская, Речица, до года предоставляется рассрочка, и также может у нас участвовать консолидированный участник. — Вопрос в тему. А что такое консолидированное участие? — Консолидированное участие предусматривает такую возможность, сегодня предоставленную государством, участие в аукционе нескольких лиц совместными усилиями, скажем так, приобрести объект. Например, это касается только индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, то есть там, где численность работающих до 15 человек. — Люди могут объединиться для реализации своей цели. — Да, если не хватает каких-то ресурсов, их, конечно, необходимо объединить. В данной ситуации минимальный набор документов, составляется просто договор на участие в аукционе, определяются полномочия участника, и есть такая возможность. У нас, кстати, был такой один случай, но я считаю, что его надо взять на заметку. — Друзья, присоединяйтесь к «Диалогу». Телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Сразу после самой короткой рекламы в эфире вернемся в студию и продолжим. — ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии – директор фонда «Гомеле» был имущества Екатерина Зинкевич. Екатерина Анатольевна, мы продолжаем. Расскажите, пожалуйста, о порядке проведения аукционных торгов. — Аукцион проводится в назначенный день, в назначенное время. Мы проводим порядка 100 аукционов в течение года. До проведения аукционов присутствуют на аукционах участники сами непосредственно, члены аукционной комиссии, аукционист. До проведения аукциона аукционист готовит всех с правилами проведения аукциона, знакомит всех с объектом и начинает торги. Торги, вы, наверное, предполагаете, заключаются в том, что объявляется цена и следующая выше цена шага аукциона у нас по нашему имуществу от 5 до 15%. Но есть возможность и участнику аукциона самому назвать цену. Бывали у нас такие случаи, когда несколько участников соглашаются с ценой, которую объявил аукцион, а аукционист, но не соглашаются со следующей. Тогда аукционист им предлагает назвать свою цену. Естественно, она должна быть чуть выше, чем он предложил до этого. — Но если будет желающий перекрыть эту сумму, то аукцион продолжается? — Естественно. Нет. Все равно каждый называет свою цену в данном случае. И тот, кто назовет больше цену, тот и является победителем аукциона. Есть еще один звонок от наших зрителей. Давайте выслушаем. Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Ваш вопрос. — Подскажите, пожалуйста, вот сегодня тема ваша заинтересовала передачей. И хотел бы поинтересоваться, как вживую можно ознакомиться с объектами, которые меня заинтересовали, чтобы в последующем, если я стану участником аукциона, так сказать, не приобрести кота в мешке? Спасибо большое. — Спасибо. Ну, кстати, достаточно правильный вопрос. — Очень правильный вопрос. — Потому что я планирую что-либо приобретать, плачу за участие в аукционе. Конечно, хотелось бы посмотреть, потому что одно дело фотоснимок на сайте, но другое дело пощупать, посмотреть. — Естественно. Очень хороший вопрос. Правильно. И всем, кто к нам приходит на аукцион и посмотреть, ну, предлагает какой-то объект, который, например, увидел у нас на сайте, мы всем сразу не то что предлагаем, а буквально настоятельно рекомендуем посетить этот объект, посмотреть его и снаружи, и внутри, в каком он состоянии, насколько готов будет в будущем приобрести потенциальный покупатель этот объект. Мы сразу даем всю контактную информацию о продации, и я считаю, что это очень правильно, что надо обязательно смотреть объект, то, что ты приобретаешь. — Наверняка есть сегодня у вас в запасе и яркие показательные примеры успешных приобретений, не так ли? — Ну да, наверное, есть такие примеры, может быть, менее яркие, более яркие, но, наверное, здесь было бы правильно отметить не настолько крупное, насколько интересное производство. Это на них, когда бываешь, даже для себя открываешь. Ну, во-первых, видел сначала, какой был объект, потом что стало. Вот, например, у нас в Ветковском районе есть очень интересный проект, работает сегодня. Это ручная художественная ковка металла. В Паричах, в Слагурском районе, у нас производство косметической продукции на основе натуральной морской соли, эфирных масел. В Ельском районе у нас производство нетканых материалов. Сегодня они монополисты, когда наше предприятие закрылось. Производство изделий из отходов ПВХ, подоконников, тоже монополисты. То есть ряд таких примеров довольно интересных. Это все объекты, которые были приобретены как раз-таки на аукционах? Да, на аукционах именно у нас. Есть и зоны отдыха, наверное, такие более на слуху, как ранчо в Студионной ГУТО, как Корчма-Будьма в Чонках. Это тоже были неиспользуемые объекты, которые сегодня довольно привлекательны для жителей нашего региона. Хорошо. Если, допустим, у одного из наших зрителей стоит задача приобретения недвижимости за пределами Гомельской области. А сам проживает здесь, к примеру, в областном центре. Специалисты вашего фонда могут помочь ему в осуществлении этой цели? Да, безусловно. Мы обладаем такой информацией. И, кстати говоря, жители других областей также участвуют в наших аукционах. А насколько часто участвуют зарубежные гости, к примеру, из других государств? Может быть, какие-то определенные ограничения, либо повышающие коэффициенты, что ли, для них существуют? Нет? Нет, никаких ограничений не существует, никаких повышающих коэффициентов нет. Иностранные граждане также у нас могут участвовать в приобретении объектов. Но в любом случае их мало. Все-таки чаще у нас приобретают объекты жителей нашего региона, либо из других областей Республики Беларусь. А все-таки иностранные граждане чаще реконструкция под жилье. А, кстати, цель у участников какая в первую очередь? Это больше все-таки доля появления собственного бизнеса, нежели появление личного жилья? По разной цели. Мы, конечно, интересуемся, когда продаем объект, какие в будущем цели преследует потенциальный наш инвестор. Как правило, порядка 40% у нас приобретается, как правильно вы сказали, под производство. А под личное жилье? 25%. Это тоже немало? Да, это немало. 20% это торговля, остальное какие-то иные цели. Бывают складские помещения, еще какие-то дополнительные. Есть еще один материал в тему разговора. Прямо сейчас в эфире рубрика «Есть мнение». Если бы у меня не было жилья, да, согласилась. А так у меня здесь и дети работают, и жилье у меня есть. А если бы не было, запросто согласилась и уехала. Нет. Мне в городе хорошо. В принципе, да. Да, потому что у меня дача, мне нравится копаться в земле, я на пенсии. И хочу дышать свежим воздухом, есть чистые продукты. Что касается меня, это надо быть здоровому человеку. Понимаете? А когда уже в возрасте человек, да еще давление то и другое, это надо, чтобы медицина рядышком была. И все создано для того. Да и можно ли на своем участке пожилому человеку ковыряться. У меня он на Пушкина. Я молодым оставила. Понимаете? Это молодым? О, я понимаю. Нет, я бы не согласился. Потому что я родился в городе и всю жизнь прожил в городе. У меня есть дача. Я уже никуда уже сейчас не поехала. По молодости можно было бы поехать, а почему нет? Если есть жилье, если есть работа, почему не ехать? А если это жилье, тот же бывший клуб небольшой, который надо реконструкцию проводить? А, ну там тогда надо, знаете, чтобы силы были. Надо, чтобы семью и целой. Я сам житель с деревни и тружусь на земле всю дорогу. И сейчас даже. Вчера с деревни приехал. Где садок, где перекопал, где деревья утеплил, обработал. Так что у деревни можно жить. За одну базовую вполне достаточно. А если бы там придется делать еще ремонт в этом помещении? Ну, я думаю, что найдутся сродства. Если ты взялся там жить. Да. Да, поехала бы. Поехала бы в дом, чтобы было хозяйство. Все мне это нравится. Сама из деревни. Ну, купить за базовую величину нетрудно, наверное. Не самое сложное. Тяжелее потом знать, что ты будешь востребован там на селе. Должна быть еще инфраструктура развита. На мой взгляд, какие-то детские учреждения, перспектива. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. Гость студии, директор фонда «Гомель обл. имущества» Екатерина Зинкевич. Екатерина Анатольевна, ваши короткие комментарии. Ну, конечно, это понятно, что разные мнения. Но все-таки, мне кажется, большинство опрашиваемых все-таки согласились бы приобрести объект за такую символическую цену. Даже если есть необходимость туда вложить какие-то средства. Мне кажется, вопрос даже немножко в другом. Многие не могут поверить, что это реально сделать, за одну базу вывеличено. Ну, это реально есть такая возможность. Но надо отметить, что это такое новое направление деятельности в нашей работе. Это буквально с 2013 года было поддержано, кстати, предложение, в том числе, и Гомельской области, именно продавать незадействительные объекты, которые можно реконструировать, именно под жилье. И если говорить о каких-то цифрах, то с 2013 года мы продали уже 71 объект такой. То есть это достаточно перспективное направление. А я вот сейчас подумал, почему бы не построить агроусадьбу, допустим, да? Да, очень актуально. Есть и такие примеры, да? Да, есть такие примеры. Дело в том, что сегодня развитие агро-туристических услуг не является предпринимательской деятельностью. То есть любое физическое лицо может в своем жилом доме открыть такую деятельность. Давайте более подробно и детально остановимся как раз-таки на участии физических лиц в аукционах по приобретению ими недвижимости именно под жилье. Есть ли какие-то определенные условия? Вы правильно обратили внимание, что мы объекты продаем под жилье. То есть мы не продаем жилые помещения, а именно для реконструкции под жилье. Эти объекты у нас предлагаются в различных регионах. Может участвовать любое физическое лицо. Начальная цена продажи может быть как минимальная, так и за базовую величину. Но здесь самое главное, чтобы условия использования земельного участка позволяли это. А вы как-то отслеживаете ситуацию, человек приобрел, например, на аукционе объект? Как дальше развивается жизнь объекта и этого человека? В обязательном порядке мы это отслеживаем. Я говорила в начале нашей передачи о том, что мы проводим мониторинг выполнения условий договоров купли-продажи объектов. Естественно, сроки определяются в договоре. Мы смотрим, востребован ли сегодня объект новым собственником, есть ли порядок на земле, в самом деле он функционирует. Ну, если это жилой дом, то что там организовано уже жилое помещение. Кстати, из тех продаж, которые мы предлагали именно для реконструкции под жилье, у нас есть уже примеры, где люди живут. Это самый первый объект мы продавали в Рогачевском районе, в Удокошелевском районе, в Добрышском районе, где уже конкретно есть пример. И все же, когда мониторите ситуацию, наверное, делаете скидку на то, что человеку нужно обжиться. Все-таки это не самые короткие сроки. И, в принципе, если действительно есть желание, возможность даете обосноваться? Конечно. Естественно, мы всегда смотрим, чтобы это были разумные сроки. Если это говорить для производства, не под жилье, когда мы... Под жилье, под жилье. Конкретно под жилье. То же самое. Мы смотрим, что это были разумные реальные сроки. Человек, который участвует в аукционе, обязательно ли должен нуждаться в улучшении жилищных условий? Или это вовсе не обязательная строка? Нет, вовсе не обязательно. Вот в сюжете самая первая, по-моему, там женщина сказала, что если бы у меня не было жилья, тогда бы я, наверное, пришла на аукцион. Примерно так звучало. Так вот, нет необходимости отказываться от своего жилья. Это не является препятствием для приобретения объекта недвижимости под жилье, если у вас уже есть жилье. Хорошо. Есть ли какие-то определенные условия и ограничения по использованию приобретенного государственного имущества? Ну, естественно. Они, наверное, могут быть, как минимум, в следующем плане приобрел под жилье, организовал бизнес. Может быть, что-то еще? Нет. Если мы приобретаем под жилье, как я сказала, земельный участок уже определен такое целевое использование, то он и должен использоваться под жилье, реконструировано, все остальные объекты. Но обычно мы же на аукцион выставляем объект с широкими целями. Там может быть и производство, и услуги, и жилье, и ведение подсобного личного хозяйства, сезонное проживание. Мы заинтересованы, чем шире мы цели ставим, тем больше у нас будет участников аукциона. Но, конечно, продавая объект, особенно когда мы продаем объект за небольшие деньги, за базовую величину, под производство, самое главное, чтобы там был этот производство, был результат. Чтобы не получился еще один неиспользуемый объект. Конечно, от этого же ничего не изменится, если сменился собственник, а он не работает. И когда мы продаем объекты за базовую величину, государство ставит сегодня условия существования предпринимательской деятельности на определенный срок. И в этот срок, естественно, существует запрет на отчуждение этого имущества. Екатерина Анатольевна, в любом случае все мы понимаем, что сегодня на рынке недвижимости есть и другие игроки. И все же, как считаете, что можно сегодня озвучить в качестве преимуществ приобретения недвижимости именно у государства? Ну, в первую очередь, я думаю, все-таки ценовой фактор немаловажный. Тем более, в сегодняшнее время все знают, какой немножко кризис везде. То, естественно, ценовой фактор, я считаю, важный. Но мы смотрим, проводим такой мониторинг стоимость объектов у государства, стоимость квадратного метра у коммерческих организаций. Конечно, это в разы. Мы посмотрели, вот у нас средняя стоимость по Гомельской области от 11 долларов США за квадратный метр. Ну, в среднем. Понятно, что бывает и базовая, бывает выше. У коммерческих организаций начинается от 200 долларов до полутора тысяч и выше за квадратный метр. Я считаю, это такое очень важное преимущество. И чем более крупный населенный пункт, тем сумма выше, как понимаю. Да. Кроме того, как мы уже с вами говорили, рассрочка существует. И кроме того, если... Определенная гарантия, я думаю. Да, определенная гарантия. Кроме того, если вы организуете производство на этих объектах, на территории малых, средних городов, есть еще ряд льгот, преимуществ, преференции для ведения бизнеса уже. Я же напомню, телефон прямого эфира в Гомеле 77 68 45. Уважаемые зрители, ждем по-прежнему ваших звонков и вопросов. Екатерина Анатольевна, а можно ли купить неиспользуемые объекты, которые не принадлежат государству? Ну, конечно, можно приобрести такие объекты, предложений много, но мы работаем, например, с объектами недвижимости, которые не используются у открытых акционерных обществ. То есть вы здесь как в качестве посредника выступаете? Да, скорее всего, в качестве посредника. Мы размещаем информацию на нашем сайте об этих объектах. У нас есть промышленные площадки у акционерных обществ с долей государства. Как правило, это в областном центре. Наш сайт посещают активно. Мы отслеживаем это тоже. Порядка 200 посещений у нас в сутки. И таким образом мы помогаем реализовывать объекты нашим акционерным обществом. Насколько успешно? Ну, я скажу, что довольно успешно. Но в данной ситуации это не мы проводим аукционы, а сам продавец. Объекты, о которых мы сегодня поговорили на протяжении всей передачи, можно приобрести только с помощью аукционов, либо есть еще какие-то механизмы с помощью фонда Гомеля Быломащества? Есть и другие механизмы. Это какие? Например, напрямую приобрести объект недвижимости может арендатор. Если арендатор арендует имущество более трех лет, является добросовестным, и собственник предлагает приобрести этот объект, то он продается напрямую арендатору по рыночной стоимости. И здесь немаловажный фактор, что если арендатор производил какие-то улучшения в этом объекте, то рыночная стоимость уменьшается на сумму этих затрат. Вы знаете, я вот сейчас подумал, что деятельность фонда Гомеля Быломащества решает одновременно массу очень важных вопросов. Это и привлечение инвестиций в регион, что немаловажно. Это и новые рабочие места, что еще более немаловажно. Это и благоустройство территорий. Продолжите список, ну и вообще согласны ли со мной? Абсолютно с вами согласна. Конечно, с одной стороны здесь в первую очередь бонус для покупателя, он становится собственником, собственником объекта недвижимости, в который он будет, я считаю, с более большим эффектом вкладывать свои средства. В конце концов, этот бизнес он может передать по наследству. И это обязывает уже быть... Да, обязывает, конечно, именно использовать этот объект. Но государство здесь тоже видит свои интересы. Ведь если бы мы хотели иметь такой какой-то перманентный интерес, получить больше денег, мы не продавали бы объекты по такой минимальной цене. Сегодня мы видим, если объект работает, то идут инвестиции, создаются рабочие места, идут налоги в бюджет. А цифры значимые? Да, довольно значимые. С восьмого года мы недавно анализировали вот эту всю ситуацию. У нас на наших объектах создано более тысячи рабочих мест в Гомельской области. А сегодня это сверхактуально. Да, очень актуально. И инвестиции более 100 миллиардов. Я считаю, что это довольно значимый результат нашей деятельности. Екатерина Анатольевна, время нашей программы постепенно подходит к завершению, а потому по традиции хочу подарить минуту эфирного времени вам для того, чтобы подвести черту сегодняшнего разговора. Спасибо большое. Ну, в первую очередь, хочу поблагодарить за то, что проявлен интерес к нашей работе. И я вот считаю, что каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему, к будущему. И каждый стремится к этому и думает об этом. Поэтому я сегодня предлагаю всем воспользоваться шансом изменить свою жизнь к будущему и приглашаю всех вас к участию в наших предновогодних аукционах. Спасибо. Вы вот сегодня говорили о сайте вашего предприятия. Может быть, стоит напомнить адрес этого сайта и заодно, может быть, какие-то координаты дать, где можно побольше информации найти? Самое большое количество информации, конечно, на сайте фонда Гомель обл.имущества gomeloblim.gov.by Здесь и текстовая информация, и видео, я знаю, что... И видео, и фотографии объекта, и наиболее часто задаваемые вопросы, и все направления деятельности нашего фонда. Ведь мы сегодня с вами взяли очень узкую тему, да, она, конечно, актуальная, животрепещущая, может быть, население у нас более интересное, более понятное. проанонсировали достаточно значимый список, то есть впереди еще много тем и встреч. Поэтому, возможно, что если телезрители посетят наш сайт, они узнают много нового для себя, у них возникнут какие-то другие вопросы. На нашем сайте есть все телефоны всех наших отделов, кратко есть информация, чем занимается каждый отдел, все понятно, все доступно. Я же напомню, сегодня гостей программы «Диалог» была директор фонда Гомель обл.имущества Екатерина Зинкевич. Екатерина Анатольевна, спасибо за этот интересный и уверен полезный разговор и диалог. На этом ставим точку. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова